Дорогое собрание, я прочитаю из Священного Писания, Евангелие от Иоанна, первая глава, с начала этой главы. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я, братья и сестры, немножечко отклонюсь от этого текста, и потом я опять подойду к прочитанным этим стихам. И хоть уже праздники прошли, вот Рождество прошло, у меня моя тема будет несколько направлена в отношении этого великого праздника Рождества Иисуса Христа. Все христианские праздники, они важные, их должно вспоминать, говорить об этом. Но Рождество Иисуса Христа, мне кажется, один из самых таких видных праздников. Я вспоминаю еще давно, мне, вернее, директор воскресной школы сказала вот такое вот событие. Она говорила, что они в школе, в воскресной школе, они обратились к детям и говорят, вот что бы вы сказали, если вы, ну, встретили Иисуса Христа, увидали Его? Ну, и, возможно, было больше ответов на этот вопрос. Но один мальчик, он сказал такие слова, я бы поклонился Ему, я бы упал перед Ним, и я бы сказал Ему, Господи, как долго я ждал Тебя. Братья и сестры, может быть, и в то время, и в настоящее время, есть люди, которые ждут, ждут пришествия Христа, ждут, когда придет Христос. Братья и сестры, и в то время, возможно, не меньше, чем теперь ожидали, вот этого дня пришествия Божьего Сына. И о Рождестве Иисуса Христа в основном говорят два евангелиста, евангелист Матвей и евангелист Лука. Евангелист Матвей, он начинает, значит, свое Евангелие тем, что описывается, значит, родословное Иисуса Христа по Иосифу. Правильнее сказать, это было родословное Иосифа, потому что к рождению Христа Иосиф, значит, не был причастен. Ангел сказал Марии, Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя. Посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Но, тем не менее, для людей вот это родословное дано. И вот это родословное начинается от Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил 12 патриархов, и так дальше происходит вот это вот родословное. Братья и сестры, если говорить конкретно и прямо об Иосифе, то Бог этого благочестивого человека избрал для того, чтобы он позаботился о Сыне Божием. Бог этого благочестивого и праведного человека избрал, чтобы он безропотно принял Марию в том состоянии, в котором она находилась. Что Иосиф выполнил в точности, братья и сестры? Это был богопослушный человек. Этот человек боялся Бога, и Господь его ненапрасно избрал для этого, братья и сестры. Бог благословил его, благословил его со всех сторон. Вот даже мы знаем, что когда Иосифу надо было уходить с младенцем Иисусом и с Марией в Египет, перед этим пришли волхвы. И написано, что волхвы пришли и принесли дары Иисусу Христу. Они пришли принести дары как царю, братья и сестры. И это не были маленькие дарования, не было что-то маленькое. Это были хорошие, прекрасные дары, которые впоследствии, они очень помогли Иосифу, когда Иосиф с Марией и с младенцем пришлось ему бегать в Египет, жить там некоторое время, потом возвратиться с Египта. Даже материально Господь позаботился о Сыне Своем, позаботился об этой семье. Когда мы читаем братья и сестры из Священного Писания, значит, потом, что Иисус Христос, когда Ему было около 12 лет, Он остался в Иерусалиме. Значит, родители, родственники пришли в Иерусалим на поклонение. Иисус Христос остался в Иерусалиме, а Мария, Иосиф думали, что Иисус Христос среди родственников. Прошли дневной путь, а потом Его не оказалось среди родственников. Они возвратились в Иерусалим, они искали Его, но не искали там, где Он мог находиться. Они не догадывались, чтобы идти в храм и посмотреть, может быть, Он в храме. Ведь Его рождение было такое чудесное. Ведь Он наименован Сыном Божиим. Они не пошли в храм. Они искали Его три дня, но когда пришли в храм, помните, что они сказали? Они сказали так, «Чада, что Ты сделал с нами? Вот Отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя». И вот такое состояние наше было с великою скорбью. О чем говорят, братья и сестры, эти слова? Слова Марии, которые были адресованы Иисусу Христу. Они говорят о любви, которую питали они к Сыну Своему, к Иисусу Христу, которую питали они, значит, к Сыну Божьему. Это говорит о ихней любви. Это говорит о заботе Иосифа об Иисусе Христе. Он заботился. Он относился к Нему крайне хорошо. Он любил Его. И вот Господь избрал Иосифа вот именно для этого, для того, чтобы он заботился о Сыне Своем. Братья и сестры, о Марии дарована большая благодать. Господь избрал ее для того, чтобы в ее организме, значит, значит, возрастал или развивался, и возрастал Божий Сын. Господь избрал вот эту вот девушку. Из многих девушек Господь ее избрал. И вот она должна была родить этого ребенка. Она должна была воспитать его. Она должна была оказать ему нежность и любовь, что тоже те же слова, которые говорила она Иисусу Христу в 12 лет, когда он был возрастом, они также подтверждают ее глубокую любовь, ее глубокую нежность к Иисусу Христу. И вот далее, братья и сестры... И далее, братья и сестры, написано так в Священном Писании. Когда Господь вынес определение вот людям, которые были в Идемском саду, практически первым людям, виновникам тех, виновникам, которые были виновны в том, что род человеческий был погиб... Был, значит, ну... Если он не материальный, не погиб физически, но род человеческий потерял то предназначение, которое Бог определил для людей. И вот виновниками вот этого вот действия, то были, значит, первые люди, Адам, Ева, значит, семей, которые соблазнил Еву. И вот им Господь, значит, вынес определенный приговор. И вот, братья и сестры, Господь сказал семею, что семя этой женщины, которую ты обманул, и через которую ты погубил род человеческий, оно поразит тебя в голову. Братья и сестры, это говорится также об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Это говорится о потомстве, братья и сестры, Марии. И вот это потомство, Иисус Христос, Он должен был поразить семеем. Он должен был избавить человеческий род. Он должен был дать человеческому роду спасение, жизнь и оправдание. И что совершилось в то время, когда пришел Иисус Христос на землю. И вот мы этот праздник празднуем каждый год, братья и сестры. Бог говорил Аврааму, Исааку и Якову. И при том говорил те же слова. Бог говорил Аврааму после того, как Авраам оказался верным Господу и готов был отдать Господу самое ценное, самое дорогое. то Бог ему сказал так, что Авраам, ты ходи по этой земле. Вот эта земля, по которой ты ходишь, она будет дана потомству твоему. И Авраам это делал. И Авраам это делал. И Исаак это делал. И Яков это делал. Они не строили домов. Они не жили, значит, ну, как бы такой жизнью оседлой. Они ходили по этой земле, по Хананской земле. Почему? Потому что чем больше они пройдут, значит, эту землю, тем больше земли достанется, тем больше земли достанется ихнему потомству, Израилю. И вот они ходили по этой земле. Но кроме этого, братья и сестры, Бог говорил, что Авраам, Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные. Братья и сестры, то же самое было сказано и Исааку. И то же самое было сказано и Якову. Но Якову, братья и сестры, когда Бог сказал это, то перед этим ему снился очень интересный сон. Он увидал лестницу, которая была на небе, и, значит, она опускалась до самой земли, вот эта лестница. И по этой лестнице сходили ангелы Божии. И на этой лестнице, на вершине этой лестницы был Сам Господь, братья и сестры. И вот Бог пожелал, чтобы не только ангелы Господни, но чтобы и люди, они поднимались по этой лестнице, они могли приближаться к Богу, они могли быть вблизи с Господом. Бог это пожелал. И вот в Сыне Своем, в Иисусе Христе, Которого Он послал, значит, нам открылся доступ вот в этой лестнице, чтобы нам подниматься, чтобы нам быть так же с Господом, братья и сестры. И вот я прочитал вот этот текст из Священного Писания. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Обратим внимание, значит, написано так, что было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. В румынском переводе написано так, вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Братья и сестры, значит, этот текст, он говорит нам о божественности Иисуса Христа. Он был Богом, братья и сестры. Есть написано еще в послании к евреям, написано так, «Так как Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих». Братья и сестры, и вот Бог сошел на землю в этот праздник Рождества, который мы празднуем, в то время сошел на землю для того, чтобы оправдать нас, для того, чтобы спасти нас, если мы видим младенца Иисуса Христа, если мы видим, братья и сестры, его младенца как бы еще беспомощным, но Господь сошел в великой силе, в могуществе, братья и сестры, сошел Иисус Христос на эту землю. Если мы читаем Евангелие от Луки, значит, 4 глава, там в 3 главе описано родословие Иисуса Христа по Матери, а в 4 главе написано о тех чудесах, которые творил Иисус Христос. Там написано о том, что Христос изгонял множество бесов, исцелял больных людей. То люди приходили, написано, ну, в изумление, в страх, в ужас, когда они видели то, что творил Иисус Христос. Вот в такой силе, в божественной силе, в силе, значит, благодати Божией, не в наказании, но в благодати и милости было пришествие Иисуса Христа. И Он, братья и сестры, даровал многим радость, счастье, исцеление. Прошли поколения, прошли года, братья и сестры, и мы в настоящее время, празднуя этот праздник, то мы тоже радуемся, потому что мы имеем спасение, мы имеем оправдание только через Иисуса Христа. Ему завсюду будет слава. Аминь. Будем молиться. Иисуса Христа. На тыка, Господи, я раб Твой, преклони колени перед Того, не предстал, перед Того.